Мы понимаем, что в этом мире надо сохранить ту цивилизацию, которая существовала издревле и существует сегодня на нашем общем Отечестве. Если мы этого не сделаем, мы эту цивилизацию погубим. Пускай сегодня воют, кричат там на Западе, что мы ставим перед собой такие цели, но это так. Не может быть без России, Беларуси. Жаль, что нет Украины пока. Я уверен, что народ отстроит там обстановку и ситуацию, выровняет в Украине. Но вот это пространство, это наша цивилизация, где живет уже сегодня огромное количество людей разных национальностей, живут нормально. И в этом суть нашей цивилизации, что мы никого не угнетали, не угнетаем и не собираемся угнетать, в отличие от них. Но меньше о них, потому что мы слишком, наверное, много внимания им уделяем. Хотя ведут они себя отвратительно и пакостно, мы это видим. И по Беларуси не получилось мгновенно задушить Беларусь в прошлом году. Началось медленное удушение. Мне ясно, что это в общем контексте борьбы против Российской Федерации, против тех друзей, которые сегодня вокруг России, Беларуси и так далее. Поэтому у нас решительная позиция в этом плане. Мы должны не просто выстоять, мы должны развиваться, как следует двигаться вперед, показывая им, что мы и без них обойдемся. Для этого у нас, по крайней мере, есть все. Я уверен, что это общая позиция Государственной Думы и вас, как руководителя. Что касается президента России, мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации, планируем наши действия на перспективу. Думаю, что в конце месяца мы еще раз сверим карты, то, что происходит сейчас, и определим, по крайней мере, наше будущее на предстоящий год. Думаю, что и другие главы государств постсоветского пространства к нам присоединятся. Так что вы не переживайте за Беларусь. Мы пока здесь держимся. У нас есть хороший пример. Как сейчас в России говорят, держатся там, а не как Брестская крепость. Хороший пример. Поэтому мы уже не будем Брестской крепостью. Осаждать нас никто не будет. Но если люди не понимают нас, мы попробуем объяснить, что мы и делаем вместе с россиянами.